Несмотря на холодную погоду и срывающийся снег, 20 команд юных инспекторов дорожного движения встретились, чтобы проверить знания ПДД. В детском парке прошли соревнования для юных велосипедистов «Безопасное колесо». В каждой команде 6 участников – ребят 10-12 лет. Самое главное – это нам перед каникулами напомнить правила дорожного движения. Ну и, соответственно, в дальнейшем они будущие водители. В 14 лет им разрешено будет выезжать на велосипеде на дорогу. И эти правила, они, естественно, должны знать на зубок. В состязаниях четыре этапа – теоретические и практические. Уже на первом нужно продемонстрировать все свои знания по медицине. Вопросы в тестовых листках касаются не только травм на дороге, но и помощи при пожаре и отравлении угарным газом. Чтобы облегчить задачу участникам, организаторы предложили варианты ответов. Они командно обсуждают эти вопросы и решают, какой ответ правильный. Здесь просто десятибальная система, то есть каждый правильный ответ дает балл команде. Второй этап – творческие. Ребята должны были нарисовать плакат, пропагандирующий соблюдение правил и придумать командную речевку. Мы уже немало можем, всем подскажем, всем поможем. Правила движения мы знаем, их предельно строго соблюдаем. Глазных нарушителей, конечно, выявляем, долг ее и честно выполняем. С аналогичными компьютерными тестами ребята столкнутся через несколько лет, когда решат сдавать на права. Здесь детская версия. На экране вопрос о правилах движения велосипедистов на дороге и четыре варианта ответа. Простыми вопросы кажутся только на первый взгляд. Мы очень любим кататься на велосипедах. Часто катаемся на них. Мальчики особенно у нас. Вот куда гулять – сразу велосипед. Правила мы учим, приходится. Применить теоретические правила на практике можно было на четвертом этапе. На импровизированной трассе велосипедисты должны были правильно пересечь дорогу и показать умение вести себя на проезжей части. Сотрудники ГИБДД и педагоги называют соревнования «Безопасное колесо» игры с пользой. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.